Мы находимся сейчас на историческом месте перед центральной проходной Минского тракторного завода. Именно здесь в 1940 году начиналась Великая Большая стройка. В 1940 году в ноябре здесь начинали строить военный завод номер 453. Это один был из 10 военных заводов, которые строили на территории Советского Союза. Завод должны были построить за 365 дней. Завод строили в разное время. Если, к примеру, взять июнь 1941 года, от 6 до 12 тысяч человек. Стройка была очень большая. И завод по итогу должен был выпускать до 3000 бомбардировщиков в год. Но 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война. 28 июня немцы заходят в Минск. И во время оккупации в нескольких отстроенных цехах немцы ремонтировали свою транспортную авиацию. С 1944 по 1945 год в сохранившихся цехах заводчане начинают выпускать и организовали крупноузловую сборку истребителя Як-9. Но, конечно, обсуждаются вопросы о строительстве в Белоруссии тракторного завода. В 1945 году решение такое принимается. Принял решение это Сталин вместе с руководителем Советской Белоруссии Пономаренко. И вот 29 мая 1946 года выходит постановление Совета Министров СССР о строительстве Минского тракторного завода. Минск. Пришел я в 1992 июне даже в Маус. Работы не было. На том предприятии сократили. Я работал на Калибре. Там сократили. Молодой, а остальные остались. Калибр, наверное, это был институт культуры, там такой заводик от завода Ленина. И все, сократили, пришел сюда. Заплаты были совсем маленькие. Да, зайчики начинались, белочки. У меня двое детей, две девочки имел. 90-92 года. Не, ну там вообще ничего не производили. Совсем мало получали. Наверное, долларов по 30, да. Вот. Жена беременная. Работы нет. Тут тоже, ну, кое-как перебивались. Потом пошло улучшение уже. И, да, дети в школу. Ну, как и везде. В республике было плохо. И в Минске тоже. Все по талонам. Денег не хватало. Дети в садик. За сметаной стояли в очередь. Мясо. Ну и все. Потом улучшение пошло на заводе. Мы вот сейчас передвигаемся на автобусе по территории Минского тракторного завода. Но хочется сказать, что территория, конечно, огромная. 155 гектаров. Где-то порядка более чем 40 улиц. Каждая из улиц имеет свое название. С армии пришел в 85-м, в ноябре месяце. В январе пришел на завод. Ну, так, случайно попал в отдел кадров. Направили к СТ. Когда-то работали во втором механическом. Вот как остался на одном месте. Естественно, с техникой был связан. Поэтому начинал так, по-легкому. Ну, со временем ученулся. Ну, в Союзе было, конечно, та же самая работа, как и сейчас. Работали утрешмены. Ну, года два поработал. Тогда уже, когда мы перешли в этот цех, у нас стала двушменка. Ну, конечно, условия стали получше. Ну, и когда уже развал Союза, вот тогда у нас были самые такие тяжелые времена. Ну, много кто поуходил куда-то, но как-то душа не лежала куда-то уходить. Надеялись, что будет лучше. Так и остался. И по сегодняшней день. Конечно, не прогадал, что остался. Пошли времена, потихоньку начали налаживаться. И вот так. Сейчас вот 20-е будет, 37 лет, как в одном цеху. Все поменялось. Инструмент лучше стал уж. Станки новые, сами видите, какие уже. Ну, производительность увеличилась, и все. Тогда и зарплата. План увеличился. Стараемся выполнять план. Сейчас уже, вот, еще поработать. Дети выросли уже. Ждем внуков. Так что, ну, все. Будем работать пока. Мы сейчас находимся у нашей известной модели трактора Беларусь 82.1. Техника была необходима такая, которая могла работать на скоростях 9-15 км в час. В 1973 году наш трактор МТЗ-80 попадает на лабораторные испытания в Соединенные Штаты Америки, штат Небраска, университет Линкольн. Испытания длятся 21 час. Это безостановочные испытания на стенде. Трактор выдерживает с уверенностью. Трактор, он находится на испытаниях, я еще раз говорю, в течение 21 часа. Меняются только люди. Сразу же, после проведения испытаний, заносят модель трактора в книгу почета. Увеличиваются экспортные поставки в Соединенные Штаты Америки и в Канаду. Куда ни посмотреть, те же самые были трудности на любом заводе. А что-то искать из лучшего, лучше или из худшего, хуже, тоже не было. Просто как-то уже было сколько лет от работы, уже был свой коллектив. И вот как-то не хотелось уходить отсюда. Ну, сейчас, естественно, все более-менее... Сейчас лучше, конечно. Намного все. И условия, и обеспечение, и, естественно, зарплата. Тогда у нас цех был не отапливающий. Естественно, зимой было не очень-то приятно. Ну, и когда работали, то было тепло, конечно. А вот когда уже не было посидеть, уже бы чувствовалось. А сейчас у нас отопление идет целую зиму. Мы вот в одних пиджаках в основном работаешь. Поэтому намного, все лучше идет намного, чем тогда. Сейчас уже облегченные машинки пневма получили. Они намного легче, чем, конечно, тогда были. Тогда смену подержишь, вес, естественно, был и отличался. И не та за чашка была. Даже вот те шланги, что были. Тогда люди такие грубые очагали. А сейчас все облегченное. Легче, конечно, намного сейчас. Первый белорусский трактор МТЗ-2 был выпущен 14 октября 1953 года. Вот данный трактор, он отработал 18 лет в Копольском районе. Ну, а в 1971 году заводчане возвратили его на то место, где он родился, получил жизнь, отреставрировали. И вот сегодня мы его можем видеть в хорошем отреставрированном состоянии. До появления трактора МТЗ-2 до 1953 года завод выпускал тракторную технику. Но это была тракторная техника, которая разрабатывалась в Липецке на Ленинградском тракторном заводе. А это именно наша серийная модель, которая сошла с конвейера в 1953 году. Наш первый белорусский трактор. Ну, они же все разные станки. Тут здесь так, здесь так. Ну, я налаживаю в основном. Ну, а если нет, у кого-то работа монотонная. Ну, надо же монотонную кому-то делать. Если не мы, то кто? Деньги платят, зарплата. Хочешь заработать? Пожалуйста. Работай. Ну, как? Работать надо же. Пока еще до пенсии. А потом посмотрим. Тогда же и митинги были, и то, что, но в основном, чтобы завод сохранить было. Такого, чтобы кому-то продать. Ну, люди, конечно, кто-то выступал и так, чтобы завод где-то кому-то продать, может, было бы легче. Но в основном, вообще, были, чтобы завод сохранился и был государственный. Естественно, президент нам сказал, что завод будет работать. Любимые способы, как, ну, эти. Кто проверил, что завод будет работать, тот и осталось. Естественно, кто не верил, они где-то поуходили. Но они поуходили, но некоторые, потом они и назад у нас на завод сюда поприходили. Поэтому, естественно, частнику продай, ему такое количество людей он бы не держал. Оставил бы, может, что-то выпускал, но такого бы не было. А так и коллектив сохранился, и на данный момент завод уже намного расширается. Уже даже не хватает техники той, которую мы сейчас делаем. Сбит пошел по полной. Но, оказывается, мы идем не вниз, а еще выше и выше, каждый месяц. Вот целый год мы без остановок никаких. Вот именно отсюда, с этого конвейера, в феврале 2022 года, сошел 4-миллионный трактор. И отправился на работу в Могилевскую область, Белыминский район, в СПК Родина. Перед нами находится миллионный трактор, который выпустил Минский тракторный завод в 1972 году. С момента выхода от первого трактора до миллионного трактора прошло 22 года. Рядом находится и двухмиллионный трактор. Двухмиллионный трактор сошел из конвейера в 1984 году. С момента выхода от миллионного до двухмиллионного трактора прошло 12 лет. Трехмиллионный трактор появился на свет в 1995 году. С момента двухмиллионного до трехмиллионного проходит 11 лет и 3 месяца. Ну а четырехмиллионный трактор появился через 27 лет. Конечно, сказалось и то, что не стало великой советской страны, можно и об этом говорить, поэтому где-то такой и период времени. А сейчас уже, как обычно, встал шею, уже на заводе, на проходной отбиваешься. Уже ноги сами идут. Поэтому за 37 лет уже костяк есть. Слава Богу, что отработали, работали, и все. Что завтра опять надо идти. Не то, когда, помню, тогда надо было звонить. Вот иногда звонили нам, что вы завтра идете, а не идете. А сейчас знаешь, идешь домой, смело, что завтра снова встаешь и снова идешь на работу. Что пять дней в неделю стабильно ты занят. Можно планы смело что-то на выходные делать, но, естественно, и зарплата. Если ты пять дней отходил на работу, значит, ты получишь в месяц достойную зарплату. За 37 лет уже все знакомо, как дома, все в углы. Это, считай, что другие дома у нас. Ну, понимаете, или я вот так рассуждаю, или идти качаться. Фитнес, или тут вот детальки потягал, то же самое. И тут же у нас есть тренажерный зал, пожалуйста. Баня хорошая. Все. И тебе еще и деньги платят. Продолжение следует...